Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «География», 10 класс, серия «Полярная звезда», издательство «Просвещение». Параграф 29. Обрабатывающая промышленность. Структура, особенности развития и размещения. Обрабатывающая промышленность мира представляет собой совокупность многочисленных отраслей, предприятий, которых перерабатывают сырье и продукты, произведенные добывающей промышленностью и сельским хозяйством. К старейшим ее отраслям относятся черная и цветная металлургия, машиностроение, химическое, деревообрабатывающее, цементная, легкая, пищевая промышленность. Под влиянием научно-технической революции в обрабатывающей промышленности мира в последние десятилетия произошли колоссальные структурные и территориальные сдвиги. Появилось множество новейших отраслей. Атомная промышленность, ракетостроение, электроника, биоиндустрия, наноиндустрия и т.д. Именно на них приходится самая большая часть расходов НИОКР, то есть научно-исследовательских работ, в ведущих странах мира. На размещение мировой обрабатывающей промышленности оказывают влияние множество природных, технико-экономических и организационных факторов. Общий уровень развития страны, степень вовлечения в мирохозяйственные связи и т.д. Все меньшее воздействие на размещение оказывает природно-ресурсная база государства. Важным сдвигом в размещении обрабатывающей промышленности, особенно ее нижних этажей, занятых переработкой сырья, развитых стран в последние четверти 20 века, стало приближение предприятий к морским портам, куда поступает ввозимое сырье. Заметное влияние на размещение промышленности оказал также энергетический кризис, вызвавший ликвидацию избытков мощностей, в результате чего производство сконцентрировалось на крупнейших и лучших в технологиях предприятиях. В результате индустриализации доля развивающихся стран в мировом промышленном производстве быстро растет. Обрабатывающая промышленность – наиболее разветвленная сфера мировой экономики. Металлургия. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию пластмасс, алюминия, керамики, сталь остается пока основным конструкционным материалом. Темпы развития черной металлургии в ведущих странах мира на рубеже 20-21 веков замедлились, однако это практически не коснулось развивающихся стран, где развитие стимулировалось стремлением западных стран избавиться от экологически грязных производств. Существенно изменились в последние десятилетия география мировой добычи железной руды. Использование богатой руды, добывающейся в странах, не входящих в мировую элиту, привело к прекращению добычи в ряде железнорудных бассейнов Западной Европы, а некоторые месторождения оказались вовсе исчерпанными. Основными производителями и экспортерами железнорудного сырья в мире – это Австралия, Китай, Бразилия, Индия, Россия. Основные производители чугуна и стали в мире – Китай, Япония, США, европейские страны Большой Семерки, Индия, Россия, Южная Корея, Бразилия. Абсолютное большинство заводов черной металлургии мира сформировались как горно-металлургические комбинаты прямо вблизи добычи сырья или топлива, ну или на путях подвоза руды к углю, например, линия Кливленд-Детройт-Чикаго в США, Кузбасс в России, Лотарингия во Франции, Рур и Саар в Германии. Хотя цветная металлургия производит сегодня более 70 металлов, около 99 веса металлов приходится на алюминий, медь, цинк, свинец, никель, олова, кобальт, вольфрам, молебден, титан и магний. Причем выплавка редких и стратегически важных металлов вроде титана, кобальта, германия, галия, тантова, необия и т.п. приурочена к развитым странам, тогда как получение алюминия, меди, некоторых других металлов налажено в развивающихся странах. Руды цветных металлов часто содержат небольшое количество металла. Чтобы не перевозить огромный балласт на дальние расстояния, обогащение руд организовано практически во всех странах, добывающих руды цветных металлов. И здесь все очень просто. Например, богатой считается руда, которая содержит 1% меди. То есть 1 кг меди на тонну руды, это очень считается богатая руда. Сами понимаете, перевозить 999 кг пустой руды, чтобы добыть 1 кг меди, это совершенно бессмысленно. Обогащение руды, это когда из этой самой руды удаляют ну хотя бы половину этой самой пустой руды. Крупнейшими производителями алюминия в мире являются Китай, Россия, Канада, Австралия, США, Бразилия. Цветная металлургия в своем размещении может ориентироваться, первое, на сырье, вроде медного пояса Замбии, провинции Шава в Демократической Республике Конго, Урава в России. Второе, на дешевую электроэнергию. Практически все мощные алюминиевые заводы тяготеют к крупным электростанциям. Третье, это транспорт, четвертое, потребитель. Для нынешнего этапа развития цветной металлургии мира характерны рост значения вторичного сырья и усиление этой связи, ориентации на потребителя. Развитие металлургии редких металлов. Сдвиг отрасли, особенно алюминиевый, в развивающиеся страны, ближе к источникам сырья или к источникам дешевой энергии и рабочей силы. Крупнейшими производителями цветных металлов являются Китай, США, европейские страны Большой Семерки, Россия, Индия, Чили, Бразилия и т.д. Но здесь я сразу могу сказать, Чили, например, специализируется на производстве меди в огромном объеме. В Бразилии тоже свои металлы. Металлургия – опорная отрасль мировой экономики, в которой за последнее время произошли существенные территориальные и технологические изменения. Машиностроение Машиностроение – главный индикатор состояния экономики крупных стран мира. В начале 21 века в эту отрасль приходится около 35% мирового промышленного производства и около 27% занятых в промышленности. Из общей стоимости продукции машиностроения первое место прочно занимают США, затем идет Япония, Германия, Китай. Особенностью этих и других развитых государств Западной Европы, новых индустриальных стран является высокая экспортность и большой удельный вес продукции машиностроения в общей стоимости экспорта. Условно в структуре машиностроения мира можно выделить три большие группы, охватывающие более 90% всех выпускаемых этой отраслью товаров и приблизительно равных по себе стоимости продукции. Первое – общее машиностроение, понимаемое весьма широко и включающее как станкостроение, так и выпуск всех видов производственного оборудования, сельскохозяйственных машин и т.д. Второе – транспортное машиностроение. Третье – электротехника, включая электронику. Размещение мирового машиностроения обусловлено многочисленными факторами, действия которых в каждом конкретном случае определяются региональными условиями. Традиционно весьма важную роль играет трудовой фактор, подразумевающий трудоемкость отдельных машиностроительных производств, уровень квалификации, занятых в производстве, наличие сети специальных научно-исследовательских организаций и лабораторий. Современное размещение машиностроения определяет также научно-технический прогресс, влияющий на внутриотраслевые сдвиги, на рост трудовых издержек в производстве продукции и на интеграцию новейших производств с научными центрами. Наукоемкость – важнейший фактор в размещении новейших отраслей машиностроения. Организация многих отраслей общего машиностроения особенно тяжелого, под силу лишь мощным индустриальным странам. Лишь страны Большой Семерки и Китай производят практически весь ассортимент продукции машиностроения. Ну, Россия тоже вообще-то очень широко развита машиностроение. Что же касается транспортного машиностроения и электротехники, то сегодня не только развитые, но и новые индустриальные страны и даже некоторые развивающиеся государства освоили с помощью западных фирм выпуск автомобилей, телевизоров, радиоприемников, микроволновок, холодильников, стиральных машин и так далее. На рубеже 20-21 столетий особенно интенсивно машиностроение развивалось в Японии, Италии, Южной Корее, на Тайване, в Испании, Сингапуре, Бразилии, Мексике, Пуэрто-Рико, Китае. По стоимости продукции и числу занятых машиностроение занимает первое место в мире среди отраслей мировой промышленности. На развитие и размещение его новейших отраслей указывают на влияние такие факторы, как научное обеспечение, уровень квалификации работников, наличие спроса. Химическая промышленность. Одна из наиболее бурно развивающихся отраслей после военной и мировой экономики – химическая промышленность. Производимая ею продукция используется в технологических процессах многих отраслей. Так в машиностроении поставляются пластмассы, резина, кислоты для обработки деталей, краски, для горной промышленности – взрывчатые вещества, для текстильной – волокна и красители, сельскому хозяйству – минеральные удобрения, яда, химикаты и т.д. Важнейшие изменения в структуре химической промышленности связаны с возрастанием роли химии органического синтеза и микробиологической отрасли. Главные сдвиги в размещении отрасли состоят в следующем. Снижение роли химической индустрии стран «Большой Семерки» за счет конкуренции Китая, новых индустриальных и некоторых нефтедобывающих стран, построивших нефтехимические предприятия экспортной направленности – это страны Персидского залива, Индонезия, Венесуэла, Триндад и Табаго, Чили и ряд других. Концентрация химических производств в районах добычи нефтегазового сырья, приближение новых центров нефтехимических производств к источникам нефтехимического сырья или портам ВОЗа, например, Низовья, Рейна, Шельды в районе Роттердама, Антверпена, Сицилия и Сардиния в Италии и т.д. Строительство химических предприятий наукоемкого характера в районах, обеспеченных рабочей силой и имеющей большой рынок сбыта продукции. Таким образом, для отрасли характерны две основные формы локализации – крупные комплексы, особенно нефтехимического профиля, единичные узкоспециализированные предприятия, которые могут размещаться повсеместно. Химическая промышленность – одна из важнейших базовых отраслей современной экономики. Она является показателем модернизации хозяйства любой страны и степени использования достижения научно-технической революции. Другие отрасли – лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – включают заготовку, механическую обработку, вроде лесопиления, производство стройматериалов, мебели и химическую переработку древесины. Последняя сочетается с механической переработкой и целлюлозно-бумажной промышленностью. Мировыми лидерами по заготовке древесины являются США, Канада, Китай, Бразилия, Россия. Признанным лидером по производству газетной бумаги является Канада. Вместе с США она производит около половины всей целлюлозы в мире. В Западной Европе ведущими экспортерами высококачественной лесной продукции являются, ну, являлись вообще-то, скандинавские страны и Финляндия. Они все потребляли дешевое российское сырье, но Россия недавно запретила экспорт необработанного сырья, и это нанесло страшный удар по скандинавским странам и Финляндии. В состав легкой промышленности входят текстильная, швейная, обувная, меховая, ювелирная отрасли. В целом ее продукцию можно разделить на две категории. Первое. Продукция широкого потребления, относительно дешевая по стоимости, не требующая рабочей силы высокой квалификации. Второе. Дорогие товары, требующие для изготовления не только высокой квалификации работников, но и дорогостоящей технологии. Это эксклюзивная одежда, модельная обувь и т.д. Их выпуск – монополия развитых стран Западной Европы, Японии, США. Особенностью ее размещения является стремительное укрепление позиций стран Азии, прежде всего Китая и Индии. Однако в целом по общему объему производства ее продукции первые места занимают США и Япония. Пищевая промышленность мира включает отрасли, различные по масштабам и характеру размещения. Одни отрасли оторваны от сырьевой базы и перерабатывают привозное сырье – мукомольное производство, кондитерское, табачное, спиртоводочное и т.д. Другие ориентируются преимущественно на местное сырье и теснейшим образом связаны с сельскохозяйственными фермами и организациями, вроде производства сахара, хлеба печенья, сыроварения и т.д. Крупнейшие производители мяса в мире – это Азия, производящая около 30%. Западная Европа – до 20%. Животного масла – США и Индия. Сахар – это Индия, Бразилия, Китай, США, Австралия, Франция, Куба. Россию сюда тоже можно добавить, потому что сахар тоже много производится. География лесной и деревообрабатывающей промышленности определяется размещением лесных ресурсов. На размещение легкой и пищевой отрасли оказывают влияние потребительский и сырьевой факторы. Запомните – структурные и территориальные сдвиги в промышленности, новейшие отрасли, факторы размещения. Далее – вопросы и задания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Установите соответствие. Крупнейший производитель чугуна и стали. Ну, я бы сюда поставил Китай. Потому что Китай производит невероятное количество стали. Больше, чем все остальные производители в мире вместе взятые. Второе. Крупнейший производитель сахара. Я бы сюда поставил Индию. Индия очень много сахара производит. Третье. Крупнейший производитель продукции машиностроения. Ну, очевидно, что сюда, видимо, надо поставить Соединенные Штаты. Но я вообще-то не согласен с этим. Китай производит больше продукции машиностроения, чем США. Четвертое. Это крупнейший производитель оливкового масла. Видимо, сюда надо поставить Испанию. Второй вопрос. Выберите верные ответы. В каких странах черная металлургия является отраслью международной специализации? Это и Китай, это Индия, это Россия, это Япония. То есть, фактически все, кроме Замбии. Выберите верные ответы. А. В начале 21 века на машиностроение приходится около 70% мирового промышленного производства. Ну, в принципе, с этим можно и согласиться. Б. Нанотехнологии и робототехника, новейшие примеры слияния промышленного производства и науки. Совершенно согласен. В. Наибольшим разнообразием отличается машиностроение США, Германии и Японии. Ну, вообще-то, наибольшим разнообразием отличается машиностроение Китая, а не Соединенных Штатов. Да и Россия производит по разнообразию машиностроительной продукции не меньше, чем Соединенные Штаты. Так что, спорное утверждение. Г. География обрабатывающей промышленности – это, в сущности, география агломераций и городов. С этим полностью согласен. 4. Какие факторы оказывают влияние на размещение мировой обрабатывающей промышленности? Там два фактора очень основных. Первый – это размещение сырья. Обрабатывающая промышленность часто тяготеет именно к сырьевым базам. Но иногда бывает наоборот, когда обрабатывающая промышленность тяготеет скорее к морским портам, то есть портам ввоза продукции и размещается в крупных городах. Дело в том, что некоторые виды этой обрабатывающей промышленности отличаются очень высокой труда-энергоемкостью. И тогда они более тяготеют к крупным электростанциям и крупным городам. Далее. 5. Известно, что США давно утратили роль абсолютного лидера в выпуске электронной продукции. Какие страны потеснили их и какие продолжают теснить в настоящее время? Сначала Япония потеснила, очень активно потеснила Соединенные Штаты. Потом добавились Южная Корея, Тайвань. В настоящий момент активнейшая, так сказать, а очень активно теснит Соединенные Штаты Китай. Далее. 6. Какая из отраслей? 7. Чёрная, цветная, химическая промышленность отличаются наибольшей наукоемкостью. Разумеется, химическая промышленность отличается наибольшей наукоемкостью. Там огромное количество различных направлений и количество различных лабораторий, научно-исследовательских институтов, которые работают именно над химпромом, очень и очень велико. 7. Рассмотрите в атласе карты обрабатывающей промышленности. Какие факторы определили размещение чёрной металлургии в США и Западной Европе? Изначально и в США, и в Западной Европе чёрная металлургия базировалась на местах добычи сырья. В настоящий момент она скорее перебралась в места в ВОЗа, во всяком случае в Западной Европе. Именно в ВОЗа этого самого сырья. Цветная металлургия в Чили и Замбе Демократической Республики Конго. Фактически это места добычи сырья. Производят химии органического синтеза в США, Западной Европе и Японии. Они скорее базируются ближе к крупным городам и, что немаловажно, ближе к источникам энергии, потому что химпром очень энергоёмкий. К тому же требуют определённых мозгов в голове, поэтому базируются чаще всего возле каких-то крупных городов, где много рабочих рук. Восьмое. Существует определение обрабатывающей промышленности как отрасли производства, осуществляющие механическую, физическую, химическую, биотехнологическую, нанотехнологическую трансформацию материала в новый продукт, а также сборку компонентов. Дайте оценку этому определению. Здесь речь идёт именно об обрабатывающей промышленности, поэтому здесь всё достаточно верно, что обрабатывающая промышленность – это действительно та промышленность, которая изменяет имеющийся материал в готовый предмет, производя именно самую разнообразную обработку этого предмета. Причём предмет, например, какой-то металл, может после этой обработки существенно поменять свои свойства, поэтому с этим утверждением можно только согласиться.